Укус паука, встреча с хищником, ночь в лесу без еды и воды. Такие экстремальные ситуации рассматривают участники авторского курса «Азбука выживания». Его организатор – запорожский путешественник Сергей Гордиенко. Подробнее в следующем сюжете. У каждого человека есть фобии или хотя бы боязнь оказаться в непредвиденной экстремальной ситуации. В этом уверен Сергей Гордиенко, профессиональный путешественник, специалист по экстремальному одиночному выживанию. Он прошел пешком и на каяке более 160 тысяч километров, повидал немало и готов поделиться опытом с другими. Для своих единомышленников Сергей Гордиенко создал авторский курс «Азбука выживания». Этот семинар по технике и психологии поведения в непредвиденных обстоятельствах среди природы позволяет человеку обрести уверенность в своих силах и заставляет побороть страх перед любой экстремальной ситуацией. Потому что оказаться в какой-то экстремальной ситуации может каждый путешествующий. Среднестатистический человек тоже может оказаться в этой ситуации. Вот, допустим, просто путешествует там кто-то на корабле, допустим, да, или просто оказаться в лесу. Автомобиль, к примеру, там заглох, поломался. Курс «Азбука выживания» проходил в лесах Новомосковского и Павлоградского районов Днепропетровской области, на левом берегу реки Самара. Здесь раскинулось большое количество озер, сториц, тростниковых и сфагновых болот. Участники мастер-классов узнали, как вести себя при встрече с дикими животными, что делать при укусе паука и на себе испытали лесную кухню, богатую растениями, насекомыми и личинками. Одним из тестов курса – это альтернативное питание. То есть необходимо, ну, как для многих людей может показаться, такой вот мерзостью, то есть съесть какие-то личинки, такие большие, жирные, белые. Когда вот начинаешь надрезать им голову, оттуда вот сразу, вот, вся эта жидкость вываливается. Ну, и это нужно съесть. На «Азбуку выживания» в Самарский лес съехались участники из Украины и России. Среди них были и люди, чья деятельность не связана с туризмом. Каждый из них преследовал свои цели. Кто-то стремился побороть страхи, кто-то – обрести новый опыт. После трех дней пребывания в необычных экстремальных условиях, каждый из них обогатился незабываемыми впечатлениями.